Восьмиклассница Мария Борисова подает большие надежды в спортивную аэробику. В ее арсенале 86 наград. Самая престижная медаль первенства России. Мария занимается этим видом спорта 11 лет и уже тренирует младших братьев и сестер. В семье пятеро детей, все спортсмены и отличники. Хорошее начало, чтобы стать профессиональным тренером. Я хотела сначала стать тренером. Я думала, что во время того, как я буду тренировать детей, в свободное время буду учиться на что-то большее. Собираюсь тренировать и выступать сама. Сегодня Мария впервые тренируется на новой спортивной площадке. Искусственное поле открыли во дворе Самарской школы номер 53. Размер 20 на 40 метров. Первыми на поле вышли чирлидеры и воспитанники детских футбольных клубов. К спорту в этой школе особое отношение. Ученики участвуют в престижных соревнованиях. В новых условиях они готовы на более высокие достижения. При школе с этого года будет работать футбольная секция. Очень много детей имеет медалей. И не по одной, а очень много-много. И действительно много спортсменов по разным видам спорта. Кто-то занимается и на базе школы, кто-то занимается в других спортивных секциях. Но это не мешает им быть спортсменами и в душе, и в школе. И я рада, что у нас теперь появилось свое такое пространство, настоящее футбольное поле. В Самаре в этом году открываются четыре пришкольных спортивных площадки. Такую возможность дает национальный проект «Демография». Основная задача проекта «Спорт. Норма жизни» – приобщить к физкультуре больше половины россиян. Это вполне соотносится со стратегией лидерства развития Самарской области. Всего в регионе будет открыто в этом году 22 универсальные спортивные площадки. Реализуется национальный проект «Демография» на территории Самарской области под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. И, конечно, он в первую очередь направлен на развитие инфраструктуры, на создание условий, доступных условий для занятия физической культурой и детьми, и взрослым населением, и нашими уважаемыми пенсионерами. Уже в самое ближайшее время на новой площадке будут проводиться уроки физкультуры и соревнований между командами городских школ. Олег Зверев, Николай Епифанов, События.